Здравствуйте, меня зовут Андрей Прежин. Я являюсь продакт-менеджером по оборудованию немецкой фирмы Yuma. Фирма была организована в 1947 году и располагается в городе Фульде, Германия. Спектр оборудования, производимый фирмой Yuma, довольно широк. Это и приборы для электрохимических измерений, такие как электроды измерения pH, окислительно-восстановительного потенциала, преобразователи-регуляторы к ним, системы измерения растворенного кислорода, хлора, диоксида, хлороозона, кондуктометрические индуктивные преобразователи электропроводности. Измерители мутности, погружная арматура, приборы измерения давления, к которым можно отнести и измерительные преобразователи давления, зонты для измерения уровня, жидкости, манометры, измерительные ячейки давления, разделительные мембраны, вентильные блоки. Также производятся фирмой Yuma биметаллические и манометрические термометры, термостаты, регуляторы, самописцы, индикаторы, термометры сопротивления и термопары. Ну и, соответственно, преобразователи к ним. Сейчас я бы хотел более подробно рассказать о серии приборов, которые относятся к средствам электрохимического анализа и применяются для измерения удельной электрической проводимости растворов. Итак, при диссоциации растворимых солей, кислот и основания образуются положительно заряженные ионы, катионы, и отрицательно заряженные ионы, анионы, которые, собственно, и наделяют растворы способностью проводить электрический ток. То есть, дают ему возможность или свойства электропроводности. Фирма Yuma производит приборы, которые работают по принципу кондуктометрического и индуктивного методов измерений. Давайте более подробно рассмотрим, что это за методы, какими преимуществами и недостатками обладают приборы, в которых они реализованы. Итак, начнем с кондуктометрического метода измерения. Измерение проводимости осуществляется измерительной ячейкой, содержащей два или более электродов, расположенных один напротив другого, и напоминающей устройство конденсатора. Прикладывая к этим электродам ячейки электрическое напряжение, можно, согласно закону Ома, определить сопротивление, а, соответственно, и проводимость, которая является обратной величиной сопротивления. Удельная проводимость будет равняться произведению проводимости на константу ячейки. Константы ячейки обычно это расстояние между электродами, деленное на площадь этих электродов. Выбор датчика с тем или иным значением константы производится на основе необходимого диапазона измерения. Чем меньше проводимость, тем меньше будет требуемая константа датчика. Преимуществом или преимуществами кондуктометрических датчиков является высокая чувствительность. Они могут применяться для диапазонов от сверхчистой или ультрачистой воды до питьевой воды. Простота конструкции также является достоинством этих датчиков. Имеющиеся ограничения это ограниченное применение в диапазоне высоких проводимостей из-за эффекта поляризации на электродах датчиков и возможное изменение константы датчиков в средах, склонных к налипанию. Давайте рассмотрим пример применения кондуктометрических датчиков. В фармацевтической промышленности, где особенно высокие требования к гигиеничности и технологической чистоте приборов и оборудования, одним из важных исходных продуктов является ультрачистая вода. Она используется как растворитель для широкого круга субстанций при изготовлении инъекций или препаратов для внутреннего применения или как промывающая среда для технологического оборудования перед началом изготовления очередной партии. С помощью непрерывного измерения электропроводности можно быстро и надежно контролировать качество ультрачистой воды. Для решения данной задачи мы предлагаем кондуктометрическую ячейку серии Yuma Techline, которая имеет надежную конструкцию из нержавеющей стали или титана с разнообразными подключениями к процессу. Для диапазонов применяется измерение от 0,05 до 10 мсм на сантиметр, константа ячейки 1 сотая, или 1 мсм на сантиметр до 1 мсм на сантиметр, это при константе ячейки 1 десятая. Поставляется в исполнении для фармацевтической промышленности, то есть со всеми сертификатами необходимыми на полировку поверхности, на материалы, доступно в высокотемпературном исполнении до 200 градусов и давлении 17 бар. Помимо надежных датчиков электропроводности, для контроля качества требуются измерительные приборы и регуляторы. Здесь компания Yuma предлагает большое разнообразие вариантов, например, D-Trans CR-02, который имеет ряд преимуществ, является не просто индикатором, но и регулятором величины электропроводности. Допускает подключение двух или четырех электродных сенсоров, диапазон измерения и регулирования проводимости от 0,05 мсм на сантиметр до 600 мсм. В нем встроена интегрированная процедура калибровки, температурная компенсация, интегрированные функции для фармацевтики, имеет мониторинг состояния сенсоров, текстовые комментарии на дисплее, журналы калибровки, таймер очистки для управления процессом очистки, удобное программирование и документирование с помощью сетап-программы, логер данных опционально, интегрированная функция математики и логики, серийно два реле, свободно программируемый предельный регулятор или PPI-PID-PD регулятор, широтно- или частотно-импульсными выходами, трехпозиционный шахтовый регулятор, имеет два двоичных входа. Три слота для установки опциональных плат. Вот две платы здесь уже установлены, платы выглядят вот таким образом и доступны для заказа. Таким образом, конечный пользователь может самостоятельно конфигурировать прибор на свое усмотрение. Дополнительно возможны к установке платы реле, аналоговых выходов, аналоговых входов, интерфейс RS-485-422 MatBus и Profibus DP. Датчики проводимости индуктивного типа работают, состоят, измерительная ячейка состоит из первичной катушки, на которую подается синусоидальное переменное напряжение. Под влиянием этого напряжения положительные и отрицательные ионы, о которых мы говорили, содержащиеся в жидкости, приходят движения, результатом чего является появление переменного электрического тока. Этот ток наводит и переменное магнитное поле во вторичной катушке датчика и, соответственно, появляется в ней ток. Величина тока, которая пропорционально удельной электропроводности, обрабатывается преобразователем вторичным и численное значение уже выводится на экран. Преимущество индуктивных датчиков в отсутствии эффекта поляризации, соответственно, ограничение при измерении высокой проводимости, отсутствие электрического контакта со средой, малая чувствительность к отложениям среды. А вот имеющиеся ограничения – это низкая чувствительность и неприменяемость в диапазоне чистой и сверхчистой воды, то есть там, где проводимость низкая. Наибольшее распространение датчики с индуктивным методом измерения получили на предприятиях пищевой промышленности, где в связи с все более возрастающими требованиями со стороны стандартов технологической гигиены и чистоты, особенно важная роль отводится системе управления процедурой мойки технологических линий или так называемой СИП-мойки. Она должна гарантировать, что промывающиеся растворы протекают по всей технологической линии в течение заданного промежутка времени и, что важно, при заданной температуре. Автоматизация данной системы очистки позволяет предприятиям снижать расходы и повышать экономичность производства. Измерительный преобразователь электропроводности ЮМО ЦТИ-750 поддерживает этот процесс и обеспечивает благодаря точности измерения быструю и надежную очистку. Для достижения этой цели данный прибор контролирует и регулирует концентрацию моющих средств путем измерения проводимости с помощью индуктивного чувствительного элемента. Вот в этой части он расположен высококачественные, надежные измерительные ячейки, максимально допустимая температура до 140 градусов кратковременно и максимальное давление до 10 бар. Диапазонные измерения от 0 до 500 мсм на сантиметр до 0 до 2000 мсм на сантиметр. Возможно переключение между четырьмя диапазонными измерениями и температурными коэффициентами. Измерения встроены таблицей независимости электропроводности от концентрации для едкого натрия, азотной кислоты и допускается одна произвольно задаваемая характеристика, что позволяет, измеряя электропроводность, также контролировать концентрацию. Встроены температурные сенсоры с быстрым откликом, что позволяет также, кроме контроля температуры, осуществлять температурную компенсацию. Управление возможно через клавиатуру и ЖК-дисплей, либо через сетап программы. Меню прибора на русском языке. Прибор имеет два аналоговых выхода действительного значения для проводимости либо концентрации и температуры, которые могут быть либо 0,20 мА, либо 4,20 мА, 0,10 В или 2,10 В. Выходы имеют гальваническую развязку. Возможно различные подключения к процессу. Также имеется функция встроенного обессаливания.